Приветствую всех! В этом уроке мы изучим перечисления в C++. Перечисления, ну, их также ещё называют enumeration, то есть с английского enumeration это перечисления, и сокращают их до enum. Поэтому если вы видите где-то enum, ну вот такая штука enum, то это перечисления. В общем-то они просто есть во многих языках, поэтому такое краткое вступление. Теперь по поводу, что это такое. Что такое enum? Enum мы в конце разберём очень прикольный пример, на котором, я уверен, вы просто всё сразу поймёте. Но для начала немного теории. То есть перечисления это, получается, вы можете создать перечисления, опять-таки тавтология, в которые записать какие-либо переменные и для этих всех переменных указать какое-то число, например, 5, 6, 7, 9, 15 и так дальше. Почему это, ну зачем вообще такое делать? Дело в том, что, например, вы можете в ходе кода, в ходе программирования, в ходе вашей программки создавать кучу каких-то непонятных переменных. Ну, например, вот здесь вы можете создать кучу каких-то переменных в ходе программки, там, например, уровень 1, уровень 2, уровень 3, и для каждого из них, ну или даже не уровень, но давайте так, дерево 1, дерево 2, дерево 3, и для каждого из этих деревьев, например, там, задавать какое-то своё число, например, это будет высота, да, там. И это достаточно, ну, прикольно, да, но это захламляет программку достаточно сильно, и, конечно же, лучше все вот эти вот такие какие-то шаблонные, ну, не то, что шаблонные, какие-то похожие вещи, которые, возможно, даже не очень похожи, но они объединены каким-то общим делом, например, деревья, да, там, высота деревьев, вот, всех их вынести в ENAM, в перечисления, то есть за программу, как бы. Давайте на практике всё попробуем сделать, так будет намного проще, для начала разберёмся, как оно работает, вот, а потом пример покажу, чтобы уже разобраться, как, зачем оно, вернее, нужно. Для начала идёт ключевое слово ENAM, после чего мы должны указать имя, ну, любое имя, например, у нас в нашем случае, мы сразу будем, наверное, даже уже, ну, ладно, давайте без примера для начала, в нашем случае это пускай будет 3, да, то есть деревья, как бы, после чего идут скобки и в конце точка с запятой. Это абсолютно во всех случаях нужно такое прописывать, да, то есть если мы, например, нам, там, переменную можем записать и её не инициализировать изначально, да, то ENAM, перечисления, мы должны сразу здесь всё записать, всё, что нам нужно. Например, у нас будет 3, 1, 3, 2, упс, 2, 2 и 3, пускай будет, ну, 3 дерева таких, как бы, да. Вот, что мы теперь можем с ними делать? Мы можем, например, вывести на экран, хотя мы ничего вроде не инициализировали, но, тем не менее, мы можем вывести на экран 3, 1. Просто вот так вот взять и вывести его на экран. Кроме того, давайте сделаем endline, вот, и выведем все 3 дерева, 2 и 3. Что же у нас в этом случае получится? Получится у нас достаточно прикольная штука. Сейчас оно скомпилирует, и мы видим, что у нас появилось 0, 1, 2. Как же так случилось? Дело в том, что ENAM, это, опять повторюсь, это перечисление, и в этом ихняя вся суть. Оно считает, так сказать. То есть, если мы не указали, если мы их здесь не инициализировали, не добавили им какие-либо значения, то оно по умолчанию просчитало эти объекты и поставило 0, 1, 2. Причем счет начался с нуля. Например, если бы я первый объект указал, что он равен единице, то следующие бы уже отталкивались от этого объекта, и было бы 1, 2, 3. Пока это не совсем круто, и до сих пор непонятно, зачем это надо, но, тем не менее, такое существует, и с ним надо уметь работать. Например, опять-таки, мы можем все эти объекты подобавлять им значения какие угодно. Например, вот 1, потом 45 было, и видите, следующее дерево под номером 3, оно уже имеет как бы номер 46. То есть, в принципе, вот так вот с этой штукой можно работать. А теперь давайте разберем какой-то такой пример, приближенный к жизни. Давайте мы создадим штуку паркинг, у нас она будет называться парковка, да? Или нет, не парковка, а mall. Назовем mall. Mall – это магазин, да? И теперь у нас будет, ну это прямо даже игра будет у нас, так сказать, у нас теперь будет лифт, обычный лифт, да? В котором мы сможем нажать кнопку, и в зависимости от какой-либо кнопки поехать на этаж, например, там 0, 1, 2, 3, и там пускай у нас 4 этажа будет. Значит, первый этаж у нас будет называться паркинг, и он у нас, пускай мы его, пускай он будет у нас равен единичке, да, например. Или даже минус 1 пускай у нас будет равен, да, типа минус первый этаж, это паркинг. Потом у нас будет второй этаж, нулевой этаж. Мы дальше их не будем уже вот это инициализировать, потому что оно будет добавлять плюс 1, и, в принципе, ну, то есть будет это второй этаж, это будет нулевым, потом первый и второй этаж, да. Получается, этот этаж мы назовем, как мы его можем назвать, парк, или нет, давайте его как-то там, холл, вот так мы его назовем. Третий, ну, получается, по сути, третий этаж, это у нас будет many shops, вот так вот. Четвертый этаж у нас пускай будет крыша. Как крыша на английском будет? Что-то я совсем забыл. Ну, давайте что-то как-то... Руф. Вот, крыша. Ну, может, неправильно, но все равно. Короче, у нас теперь есть четыре этажа, да, то есть получается паркинг, холл, many shops, как бы такой самый основной этаж, да, и крыша. Вот, теперь мы реализуем лифт, благодаря которому будем ездить по этим этажам. То есть теперь мы как бы... В чем прикол, что нам не надо писать эти заново переменные, да, там типа четыре переменных каких-то, да, они у нас есть в перечислениях, в enum, и все. Мы с ними больше... Больше мы к ним как бы не приходим. Единственное, что мы сделаем, это мы, наконец, используем буллевскую переменную, вот, тип данных boolean, вот, и это будет очень круто. Exit его назовем, который по умолчанию будет равен false. Ну, в принципе, я даже мог не писать false, потому что если вот такая вот запись, просто булл экзит, то он уже по умолчанию компилятором будет пониматься как false, да. Только если я напишу, что он изначально будет равен true, тогда это будет true. Поэтому я ничего тут дописывать не буду, он нам нужен как false изначально. Здесь я проверяю. While exit равно false. Вот. То есть пока exit равен false, мы будем в цикле что-либо делать. Здесь все будет очень просто. Мы будем выводить на экран такую надпись. enter your floor. Floor это, по-моему, этаж, правильно? Но если это не этаж, то извините меня, но, в принципе, нам главное алгоритм понять. Если я где-то ошибусь с английским, то не судите строго. Вот. Мы вводим этаж, получается. Давайте также создадим еще одну переменную int. Floor. Вот. И мы, получается, ее просто вводим. Вот. И теперь мы проверяем. Switch floor. Вот. И теперь смотрите. Так. И теперь что мы сделаем здесь? Мы проверяем какую... Да, допишу. Знаете, что здесь допишу? Enter floor from minus 1 to... Так. А, минус 1, 0, 1, 2. До второго этажа. Давайте так сделаем. Вот. Теперь я просто буду проверять, получается. Теперь пишу, например, case parking. Parking. Если, значит, мы нажали минус 1, да, то case parking, это как раз... Ну, он проверяет. Parking у нас минус 1, да. То есть, получается, мы спустились на парковку. И мы просто выведем пользователя о том, что... We on the minus 1 floor. Вот. In the parking. Parking. Вот. И, пожалуй, можем даже endline добавить. Вот. И, в принципе, сейчас мы проделаем такую же штуку для hall. Hall. Вот. We on the... Ну, в любом этаже. In the hall. Вот. Так. То же самое мы проделаем для many shops. Вот. На первом этаже. In the many shops. Так, напишем. Вот. И последнее это roof, крыша. То есть, мы на крыше, как бы. Вот. Second roof. Вот. Теперь, ну, я думаю, вы понимаете, что здесь происходит, да. То есть, смотрите. Мы, получается, заходим в цикл. Практически бесконечный цикл в данный момент. Вот. В нем мы можем нажать от минус одного до двух. Например, я нажму единицу, да. Вот на клавиатуре нажму единицу. Значит, я попаду... Он проверит, что единица – это не паркинг, это не hall, это many shops, да. Потому что many shops у нас, видите, минус один, ноль – вот это единица. Значит, мы выведем на экран вот эту вот надпись. Вот. И в дальнейшем, например, мы также можем здесь сразу избавиться от различных ошибок. Например, дописать default. То есть, если пользователь нажмет что-либо другое, не от минус одного и до двух, а что-либо другое, например, 4 нажмет, то мы выведем ему ошибку. Error. Нет, давайте не так, а как мы напишем. Flurs only from minus one to two-two. Вот. И тоже endline выведем. То есть, теперь даже если пользователь нажмет какой-то другой ненужный нам этаж, то, в принципе, просто выведется ошибка, что достаточно, опять-таки, круто. И здесь, в конце, после как бы выйдя из switch, вот этого switch case, вот здесь, в цикле, мы у него, у пользователя спросим еще одну штучку. See out напишем. И вот так вот напишем. If you want to play a game, press 0 or press 1 to exit this game. Вот. И тоже endline напишем. Вот. И тут введем, получается, see in exit. Вот. То есть, почему я написал либо 0, либо 1? Дело в том, что я когда-то еще говорил, boolean, он принимает два значения. Либо 0, либо 1, либо true, ну, вернее, либо false, либо true, да? То есть, true это будет единичка, false это будет 0. Поэтому, если пользователь введет 0, мы это считаем, значит, цикл еще раз повторится. Вот. Если же он введет единичку, это условие будет уже неверным, и мы выйдем из этого цикла. Вот. Давайте попробуем, что у нас получилось. Должна получиться прикольная игра. Так, смотрите. Так, да, он у нас не сработал. Надо все-таки присвоить значение для переменной exit, что она равна false по умолчанию. Вот. Это да, оно все сработает. Я что-то перепутал. Думал, что оно и так сработает. Ну, в общем, по умолчанию, это я совсем забыл, по умолчанию любой тип данных, любая переменная равна такой штуке, как null. Ну, null. Вот. Это когда переменная не имеет вообще ничего в себе. Вот. Я просто больше программирую на C-шарпе, и там, когда ты пишешь, как бы ничего не записываешь в булевскую переменную, то она по умолчанию становится false. Вот. Здесь немножко по-другому. Ну, запамятовал. В общем-то, забыл о такой вещичке. Но вот теперь у нас все сработает. То есть, если мы присвоим false, то теперь мы попадаем в цикл. Нам выводится сообщение, введите этаж. Я введу, например, второй этаж и нажму enter. Вот. И смотрите, что у нас тут куча всего высветилось. У нас высветилось... А, у нас много чего высветилось, да. Но проблема заключается в том, что я просто позабывал добавлять вот эти break. В каждом кейс-операторе должен быть оператор break, который останавливает, как бы, программу. Потому что без break-оператора мы просто продолжили работу нашей программки. И, видите, он вывел, что мы на втором этаже, а также он вывел вот эту вот, как бы, ошибку. Вот. Что, конечно, неверно. Просто подобавляйте break в каждый кейс. Вот. Что-то я уже просто заработался и устал, видимо. И просто позабывал такие простейшие вещи, как break. Давайте я еще раз скомпилирую нашу игру, получается. И веду, опять-таки, два, например. Ну, или один, давайте в этот раз. Веду, нажму enter. Вот. И он пишет. We are on the first floor in the many shops. То есть, видите, он вывел вот эту вот надпись. После чего он вывел еще, ну, еще вот эту надпись, которая у нас правильно должна выводиться. И здесь я могу ввести либо ноль, либо один. Если я нажму, например, нолик, вот, то он, опять-таки, у меня спросит. Вы введите какой-либо свой этаж. Например, я нажму минус один, и он напишет, что мы на минус первом этаже. Вот, в парковке. Если я нажму теперь уже единичку, то мы вышли из программки, как вы видите, и программка закончилась с кодом ноль. Вот. Вот таким вот образом у нас работает наш лифт в моле. То зачем вообще это все делал? Мы, конечно же, это делали ради наших перечислений. Ради того, чтобы разобраться, как работают вот эти енам перечисления. Вот. То есть, как видите, они работают достаточно прикольно. Кроме того, мы также можем даже не писать название вот этого нашего енама. Вот. То есть, оно, опять-таки, будет все у нас верно работать. К примеру, ноль напишу, и оно у нас, видите, абсолютно верно срабатывает. Но обычно пишут еще название дополнительно для перечислений. Какое-либо свое название добавляют и, в принципе, так и оставляют. То есть, зачем перечисления? Думаю, вы поняли. Например, без перечислений мы бы тут вставляли, вот здесь вместо паркинг, мы бы вставили минус один, тут бы ноль, тут бы один, а тут бы два. И это не совсем понятно. Допустим, вы забыли об этой программке и пришли к ней обратно, вернулись к этой программке через месяц. Вы уже код этот просто забыли. Вы уже давным-давно им пользовались. Вот. И благодаря вот таким вот осмысленным названиям, например, паркинг, холл, many shops, roof, вы понимаете, что вообще здесь конкретно происходит. То есть, мы, например, паркинг, что минус первый этаж, это, например, паркинг, а не просто минус один. И что значит минус один? То есть, перечисления, они помогают вам, они как комментарии, помогают вам, в принципе, с тем, что вы поймете код в дальнейшем. Ну и плюс это, конечно же, красота кода. То есть, любой программист, когда посмотрит на ваш код, увидит Yenam вместо вот этих минус один, минус два и прочее, поймет, что вы, в принципе, достаточно неплохой программист. Вот. И да, и последнее. Перечисления-то, конечно, круто и здорово, но не стоит с ними злоупотреблять. То есть, не стоит все выносить в перечисления, там просто все вообще, любую цифру вы выносите в Yenam. Нет. Вот этот пример, он как раз отлично подходит для перечисления. То есть, у нас есть куча этажей, у нас была бы куча каких-то циферок, вот, а так мы все вынесли в перечисление. Вот. На этом, в принципе, можно и закончить. Вот такой вот у нас урок получился. Хоть и мало информации про перечисления, но зато мы сделали с вами прикольный такой лифт, который может двигаться на, получается, на четыре этажа. Вверх-вниз. На этом все. Подписывайтесь, вступайте в группу ВКонтакте и до скорых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok